В исследовательской лаборатории НАСА лидирующие израильские компании играют ключевую роль в разработке среды с регулируемым атмосферным давлением и возможностью влияния на поведение определенных растений для удовлетворения потребностей будущего сельского хозяйства. Фермеры всего мира используют израильские ноу-хау и опыт передового сельского хозяйства, компьютерные программы для предотвращения высыхания растений, поддержания точной температуры и контроля орошения с использованием технологии зондирования растений и обработки данных, интернет для удаленного наблюдения за ростом растений в режиме реального времени, современные методы органического выращивания растений, увеличение срока годности и сокращение затрат на перевозку и получение до 500 тонн высококачественных помидоров с одного гектара. Касается ли это овощеводства, птицеводства или молочного животноводства, каждый параметр компьютеризирован и находится под удаленным наблюдением и контролем. Электронное распознавание позволяет получить точный состав кормов и подкормки, датчики, помещенные в трубки доильного аппарата, анализируют состав молока и позволяют дать точную оценку состояния животного. Новый мировой рекорд был установлен на соревновании элитных коров. В среднем от каждой коровы получается 12 500 литров молока с одной коровы ежегодно. Израильские климатические условия и постоянная нехватка воды привели к созданию уникальных решений по сохранению воды. Израиль является мировым лидером в создании технологий по сбережению водных ресурсов. Разбрызгиватели с низкой нагрузкой и автоматические контроллеры – вот два примера израильских инноваций для более рационального использования воды. Используемые подземных ирригационных систем позволяют унифицировать распределение воды и удобрений, сделать распределение воды и удобрений равномерным и постоянным. Система подачи воды самотеком позволяет фермерам проводить эффективный полипс маленьких семейных наделов в сельских местностях без использования насосов и электричества. Капельное орошение в Израиле, как известно, основано на последних достижениях промышленности, особенно в местах с пустой нехваткой воды. Мы определенно извлекли большую выгоду для себя из знания и опыта израильских коллег. К воде в Израиле также привело к созданию закрытых, замкнутых систем для совместного интенсивного разведения рыбы и выращивания овощей. Обогащенная азотом вода из прудов для разведения рыбы закачивается в биофильтр, а после этого подается в гидросистему теплицы, где она обогащается кислородом и возвращается обратно в пруд. Цветы составляют 26% от всего израильского экспорта сельскохозяйственных свежих продуктов. Данный сектор стал очень рентабельным, главным образом из-за развития новых методов выращивания растений и компьютеризации сортировки и срезания растений. Я приехал в Израиль, чтобы узнать, как предотвратить болезни, которые портят мои розы. Израиль – производитель высококачественных растительных семян, подходящих для мест с нехваткой водных ресурсов и тяжелыми климатическими условиями. Новые экзотические овощи и фрукты были адаптированы к различным вкусам и требованиям потребителей во всем мире. Израильские ученые вывели уникальный сорт семян томатов с длительным сроком хранения, удовлетворяющих местным сельскохозяйственным условиям и запросам рынка. Мы подписали соглашение с израильской фирмой о производстве масла жажоба для местного рынка. Специально выращенные пчелы опыляют максимально возможное количество растений и творят чудеса с всемирно известными израильскими помидорами. Израильские компании разработали высокоэффективные органические продукты, помогающие фермерам не использовать пестициды и таким образом продавать пользующиеся высоким спросом органическую продукцию по более низкой цене. Это не просто новый трактор. Это новая машина, позволяющая проводить обеззараживание почвы без использования опасного бромистого метила. Трудно поверить, но генетически бесплодные мухи могут стать новыми мирными послами на Ближнем Востоке. Израильская исследовательская группа разработала биологический метод, помогающий производителям цитрусовых с обеих сторон границы справиться с ущербом, наносимым плодовой мушкой. Первый раз за многие годы плодовая мушка не портит мой урожай цитрусов. Являясь мировыми лидерами в разработке сельскохозяйственных технологий и инноваций, израильские компании могут предложить различные варианты современных решений для всех этапов сельскохозяйственного производства, начиная с оценки фермерских затрат и заканчивая перевозкой и сбытом готовой продукции. Мы создали всесторонний и продуманный проект в очень короткий промежуток времени и именно с теми технологиями, которые были нам нужны. Израиль придает большое значение международному сотрудничеству, охватывающему совместные учебно-исследовательские проекты, передачу ноу-хау технологий и обмен экспертами в различных научных сферах. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...